Добрый день! Меня зовут Екатерина Стоцкая и сегодня я провожу первый вебинар из серии шести штук, которые будут посвящены аутизму. И, пожалуйста, наберитесь терпения, первые три вебинара будут проходить раз в неделю, они не будут почти ничего говорить об аромотерапии. И только на последних трех мы зайдем, так сказать, до мяса, до рекомендаций, которые нравятся именно мне. Вот, а сейчас нужно пока провести некоторый такой ликбез. А также заранее предупреждаю, что вы услышите много каких-то вещей не очень, которые приятно осознавать, с которыми ваш разум может и соглашаться, но, скажем так, я здесь не для того, чтобы вам нравится или не нравится, и я считаю просто важным донести до каждого ту катастрофу, на пороге которой мы стоим. И у меня лично очень большой оптимизм на эту тему. Я считаю, что выход из положения есть. Вот, сейчас, если можно, поставьте какие-нибудь плюсики, чтобы я поняла, что вы меня слышите. Вот, а я вгляну очень хорошо. Сейчас я не буду отвечать ни на какие вопросы. Это просто будет такая говорящая голова. Я сделала много картиночек. То есть, раньше я эту тему раскрывала за один вебинар, но вот сейчас на шесть. И сегодня у нас около сорока слайдов. Я постараюсь за час их вам изложить. Значит, ну, сначала вот, какая сегодня тема. Что именно, что такое аутизм и что такое расстройство аутистического спектра. Я прошу прощения насчет корректности. Я буду эти термины иногда путать, менять местами. То есть, аутизм — это частный случай расстройства аутистического спектра, но нас, собственно, в первую очередь он и волнует. Такой классический детский аутизм, хотя существуют более какие-то легкие формы или более тяжелые. Ну, вот здесь изображен ребеночек. Благодаря бог, чтобы он на самом деле аутистом не был, который закрывает ушки. И это, в общем, как раз и признак того, что человек не хочет общаться с окружающим миром. А внизу справа у нас такой синий медвежонный, который с некоторых пор стал символом аутизма или инаковости. Может быть, вы помните, лет 30 назад появилось такое выражение «дети индиго». Оно вообще не имело прямого отношения к аутизму, но, видимо, все-таки подразумевало именно таких людей. Вот, сейчас уже про это никто не помнит, но, опять-таки, считалось, что это аура синего цвета. Существует у тех людей, которые не очень хорошо знакомы с этой темой, множество мифов. Ну, например, что это очень редко, и нас это с вами не коснется. К сожалению, вот самые минимальные осторожные оценки – это примерно один процент населения, и это, конечно, очень много. Мало какие диагнозы встречаются так часто. Затем люди любят утешать себя, что, на самом деле, люди сразу гениальные, и если вашему ребенку выпал такой жребий, то, по крайней мере, это компенсируется его невероятной способностью. Конечно, очень много гений вроде бы имеют отношение к аутизму, но никакой гарантии, что гениальность достанется вашему члену семьи тоже. Ну, в общем, ее нет. Наоборот, другая крайность, что это умственно отстало, и некоторые вообще считают, что это заразно, очень боятся водить в детский сад своих детей, если там есть аутисты, и думают, ну, вот, не достанется ли вам неожиданно этой какой-то умственной отсталости и непонятности. Опять-таки, ну, только 30 процентов людей имеют, ну, примерно 30 IQ – интеллект развития, то есть коэффициент интеллекта, который ниже нормы. Затем такой признак, который, ну, очень популярен, это насчет того, что люди сразу не смотрят в глаза, и более того считается, что этот признак можно распознать чуть ли не его грудных младенцев с первых дней жизни. Как только они начинают хоть как-то фокусировать взгляд, можно смотреть, куда они обращают внимание. Значит, нормы типичные – дети смотрят в глаза, а дети аутистического спектра могут смотреть на рот, на там, лоб, в бок, но стараются прямо глаза в глаза не смотреть. Ну, тоже это не всегда так. Есть дети, которые, наоборот, ищут ответного взгляда, и этот признак не является стопроцентной гарантией, что ребенок имеет все в порядке. Еще один миф – это то, что дети аутисты – это дети матерей холодильников, дети холодных родителей, очень умных, которые заняты своей карьерой, и дети им скорее обуза, нежели там радость и счастье. Они перекладывают, они там, каких-то, и вот они во всем виноваты. То же самое. Это не имеет никакого статистического подтверждения. Эти родители, конечно, также любят детей, как и все прочие. Они очень заботливые матери и отцы, но, к сожалению, на их долю выпало серьезное испытание. Затем считается, что раз дети не могут выражать какие-то эмоции, то, собственно, они не нуждаются ни в какой ласке и внимании. На самом деле, это дети достаточно тонко чувствующие, переживающие ту ситуацию, в которую они попали, и им нужна очень большая помощь. И последние два мифа – это то, что самое главное, что ребенок наконец-то говорил. Вот надо всеми правдами и неправдами, с такими-то тренерами, такими-то методиками выпустить слова изо рта вашего ребенка. Ну, а дальше все будет достаточно хорошо. Ну, иногда так и бывает. И более того, у десяти процентов детей этот диагноз снимается. Причем не всегда благодаря вашим усилиям. Иногда это происходит по непонятной причине. Вот. Но есть дети с расстройством аутистического спектра, которые владеют речью совершенно свободно. И, тем не менее, у них самих и у их семей проблем хоть отбавляй. И, наконец, последнее, что раз можно вылечить – это такое очень спорное утверждение, можно ли его вылечить. Можно, конечно, улучшить качество жизни этих людей, можно улучшить качество жизни их семей, родителей, можно кооптировать их в социальную среду, найти место в жизни. Но уверять, что это пройдет безвозвратно у вашего ребенка – это, конечно, слишком смелое утверждение. Значит, если поговорить капельку об истории, то само по себе слово ввел, но не в прямом приложении, которое мы сейчас используем, это Эйген или Эйжен Блеер, швейцарский психиатр. Он работал с шизофренией и употребил вот этот самый термин аутос, то есть самость, когда говорил о том, что это люди, которые самоизолируют себя из общественной жизни. Сам он детским аутизмом не занимался, и только через 30 лет два австрийских психиатра, один, правда, жил и в Австрии, и в Америке, это Лео Каннер и Ганс Аспергер с интервалом там в один год, опубликовали первое описание клинических случаев аутизма. Причем Лео Каннер работал с так называемым тяжелым аутизмом, ранним детским аутизмом, а Ганс Аспергер обратил внимание на детей, которые кажутся достаточно благополучные, но тем не менее он их назвал аутистичные психопаты, у них были очень сильные отклонения в поведении. И как мы сейчас знаем, синдром Аспергера, который был назван в его честь, подразумевает, что у детей нет серьезных когнитивных нарушений и они достаточно хорошо владеют речью. И только в 1980 году, то есть 40 лет назад, этот аутизм стал официально в перечнях неврологических заболеваний. В 1993 году была описана триада нарушений. И надо сказать, что она на настоящий момент это классическая триада именно раннего детского аутизма Каннера и может не у всех присутствовать. Триада называется Виенгулт, потому что две независимые исследовательницы сделали впервые описание самых главных характеристик нарушений при аутизме. Мне вначале самой было очень трудно смириться с этой формулировкой, потому что недостаток социальных взаимодействий и нарушение взаимной коммуникации, это когда слово латинского происхождения заменяется на русское. Например, социальные и взаимные это, грубо говоря, одно и то же. И взаимодействие и коммуникации тоже одно и то же. Хотя на самом деле тут разные вещи подразумеваются. То есть первый пункт имеется в виду, что ребенок, ну или уже взрослый, не нуждается в таком общении и специальным образом самоизолируется и пытается избежать общения. И он действительно как бы не слышит обращенные речи, не понимает ничьих эмоций и не пытается сделать так, чтобы его кто-то понял и услышал. А вот второй пункт нарушения взаимной коммуникации, это когда человек не может общаться. То есть он не владеет этим репертуаром. И в первую очередь это, конечно, отсутствие речи или ее задержка, или ее какое-то объединение. Вот. Кстати, вот еще самое главное, что дети с аутизмом, они понимают слова буквально. Ну то есть в каждом словаре, например, в русском словаре известно, что Александр Пушкин использовал в своих стихах и прозе около 50 тысяч слов. А реально вполне хватает двух-трех тысяч. То есть у нас очень избыточный словарь, очень много всяких тонкостей, нюансов. Но мы дополняем смысл самих слов еще всякими переносными значениями. Так вот, дети-аутизм воспринимают все буквально, и они патологически честны. Они всегда говорят то, что думают, не пытаясь понравиться окружающим. Вот. И последний пункт иногда его сокращают до просто стереотипного поведения. Но авторы этой триады, они имели в виду, что у детей с аутизмом ограничены интересы и очень такой повторяющийся репертуар. Они занимаются разного самостимуляцией. И там я поподробнее, потом остановлюсь на каждом из этих признаков. Но для вас, как для родителей или как для друзей каких-то людей, у кого родился ребенок особый, главным признаком является отсутствие ролевой игры понарошку. То есть, когда человек берет палочку, начинает они схватать, то есть, скакать и говорить, что вот это моя лошадка. Или понарошку кормят там кукол, мишек из игрушечной какой-то там посуды. Ну или играет, я буду шофер, я буду мотор, а ты беги сзади и пахни бензином. Вот. Дети-аутисты не играют, как правило, в такие игры. И если играют, то в какие-то игры нам непонятны. Например, выстраивают машинки, кубики, игрушки в длинные ряды и иногда очень прихотливо используют сочетание цветов. Значит, есть такой профессор психологии иранского происхождения, который тоже живет в Америке. И те, кто занимался бизнесом несколько десятилетий назад, может быть, слышали его принцип 7, 38 и 55 процентов. Там, когда преподавали ораторское искусство, всем рассказывали, что только 7 процентов информации передается через буквальное значение слов. А 38 процентов идет на голос и 55 на язык тела. То есть, ну вот если мы скажем 38 и 55, это будет 93. В общем, 93 процента информации люди, которые не используют язык тела или не играют голосом, не могут передать кому-то. И, соответственно, ваши собеседники недополучают. Она подверглась определенной критике, потому что, конечно, если речь идет о научном докладе или, я не знаю, о каком-нибудь бухгалтерском отчете, гораздо больше 7 процентов информации находится в словах. Но я говорю о бытовом общении ежедневном, семейном. И тут действительно так оно и есть. Кстати, наверное, вы смотрели иногда какие-то фильмы, не включая звука. Или даже мультфильмы. И вы могли чисто визуально понять все хитросплетения сюжета, даже если не слышали ни одного слова. Потому что это действительно колоссальный пласт информации, который мы получаем при прислушивании к интонации. Наталья, я не буду сейчас отвечать. Или через язык тела. И хотя это значит, психолог не работал ни с какими аутистами, но вот этот его принцип хорошо бы иметь в виду, чтобы понимать, в каком мире живут люди-аутисты. Значит, как я уже говорила, в 80-м году аутизм стал официальным диагнозом. И вот Всемирная организация здравоохранения создала такое определение, что это расстройство аутистического спектра. То есть это уже после 2013 года, потому что расстройство аутистического спектра, это термин, введенный в 2013 году. Это группа комплексных нарушений психического развития, причем гидрогенная по суставу, которая характеризует отсутствие способности к социальному поведению. Что самое ужасное, Всемирная организация здравоохранения, она как бы ставит крест на наших надеждах, что что-то можно изменить. То есть речь идет о том, что именно способность отсутствует, и если ее нет, откуда ее и взять. То есть это не просто запущенные дети, дети, с которыми там грубо общались, я не знаю, воспитатели или родители, или они их плохо учили речи, или, ну, в общем, можно немножечко с ним поработать, и раз, это недостаток будет компенсирован. Вот. И второе, о чем пишет Всемирная организация здравоохранения, что там, помимо вот этих социальных взаимодействий, еще очень много сопутствующих проблем. Это всякие страхи, возбуждение, нарушение пищевого поведения, сна, и, почему можно, список из нескольких десятков диагнозов. Вот. Я, собственно, естественно, не буду спорить с Всемирной организацией здравоохранения, но, тем не менее, известно, что иногда люди очень хорошо поддаются коррекции и вливаются в общественную жизнь вполне себе самостоятельно. Вот. Значит, в 2007 году, то есть это уже будет, что-то у меня за сколько, 25 лет, то есть 15 лет назад, Генеральная ассамблея ООН объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации об аутизме. Во всем мире в этот день там выпускаются какие-то буклеты, происходят семинары, конференции, фильмы, какие-то благодатные проекты. Вот. Но, к сожалению, до сих пор лекарства не придумали, причины не ясны. И все, что удалось достичь в целом, по большей части, это устранение симптомов. Ну, там можно улучшить сон, можно улучшить пищеварение, можно улучшить речь, но способ восприятия мира, он кардинально не меняется. Хотя есть очень обнадеживающие факты, и о них я буду говорить в следующий раз. Значит, сегодня я не буду говорить ни о том, ни о причинах, я о них подробно остановлюсь в следующий раз, ни о способах лечения общепринятых и какие из них достоверно приводят к какому-то улучшению, ни, собственно, о том, что может предложить ароматерапия, как такой мировой тренд. Вот. Но сейчас я, собственно, вы можете, конечно, читать, но я немножечко обращу внимание на множество признаков. Вот такой пазл, из которого складывается образ аутистов. Дело в том, что все родители аутистов или воспитатели, тренеры, педагоги говорят, если вы знаете одного аутиста, вы знаете одного аутиста. Если вы знаете пять аутистов, это значит, что вы знаете пять аутистов. То есть реально вы не можете делать никаких обобщений, потому что каждый аутист имеет свой особенный набор признаков. И этот джентльменский набор, из которого складывается симулятор, из которого складывается каждый конкретный ребенок, а потом уже и взрослый, я вот вам сейчас расскажу. И надо сказать, что сейчас уже, поскольку, ну вот в 80-м году этот диагноз был общепринят, и прошло, соответственно, уже 40 лет, то есть этим детям уже 40-50 лет, они вполне себе взрослые, и можно уже говорить, что с ними происходит. Вот. Ну, как я уже говорила, первое, это вот что человек не смотрит в глаза. И смотрит даже каким-то особым боковым. Ему в целом все равно, улыбаетесь вы или нет, он не ищет вашего взгляда и не дает ответ на улыбки. Ребенок аутист, это самое печальное для родителей, он не откликается на свое имя, что происходит при нормальном развитии детей достаточно рано. Он не любит прикосновения, то есть каждый родитель хочет обнять, расцеловать, там, покачать на ручках своего ребенка, а ребенок извивается и пытается выскользнуть из этих объятий. Потом этот ребенок, будучи, неважно, там дома, в детском саду, совершенно не стремится к общению с кем бы то ни было. Он сидит себе где-то в уголке и занимается своим собственным времяпровождением. Собственно говоря, большинство родителей считает почему-то, что дети очень рано тяготеют к общению со сверстниками. На самом деле это не так. Вот у меня, например, четверо детей и пятеро внуков, и понятно, что умение играть с детьми в детском саду или на площадке наступает достаточно поздно. А поначалу дети, наоборот, только там ссорятся из-за каких-то игрушек. И, в общем, такого коллективного к обоюдному удовольствию времяпровождения не происходит. Но у них, у аутистов, и это явление не сменяется вот настоящей коллективной игрой. Затем дети-аутисты не осознают опасных ситуаций. Они могут выбежать на проезжую часть, обвариться кипятком, совать под нож, в розетки, еще куда-нибудь руки. То есть они не запоминают и не осознают сложных ситуаций, угрожающих для жизни. Вот. Такой ребенок может быть как гиперактивный, так и заторможенный. Тоже вот в моем детстве я такого не замечала, а вот уже в детстве моих детей появился диагноз СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. И очень часто эти дети без тормозов. Они гиперактивные, этой своей гиперактивностью достают всех окружающих. Или, наоборот, сидят так, как будто наглотались каких-то успокоительных и не видят ничего вокруг. У них может быть истерика, смех, слезы без видимой причины. Причем, честно говоря, почти все проблемы, которые есть у детей в степени, вы можете наблюдать у обычных детей. Если вы вспомните свое отцовство и материнство, то вы тоже часто оказывались в ситуации полной беспомощности, потому что вы не знаете, как реагировать, у вас еще нет опыта. Но вот мне в свое время говорили, что если ребенок устраивает истерику, то нужно просто выйти из комнаты, потому что истерика всегда происходит на публику. Это такое театрализованное представление. И действительно, нормотипичный ребенок, который так отводит истерику, достаточно быстро ее прекращает, если не перед этим выпендриваться. Вот тут совершенно неважно. Ребенок-аутист не следит за тем, как вы реагируете на его поведение. Причем истерики происходят при любом нарушении привычного распорядка. И это в страхе новых мест, людей, то есть новая одежда, новый транспортный какой-то путь, новая пища, новая игрушка. Вот страх нарезмы совершенно невероятный. Затем детям-аутистам часто свойственна агрессия. Они могут бить головой о стену, о пол, вырывать волосы, царапать и кусать себя до крови. И такое ощущение, как будто они эту боль не ощущают. Естественно, родители или воспитатели пытаются не давать им этого делать, хотя на самом деле это то, что ребенку надо, чтобы почувствовать свое собственное тело. Это вот та самая в том числе и самостимуляция. Затем разного рода стереотипии, но двигательные. Дети могут бесконечно, многими часами качаться на качелях. Причем как и взад вперед, так и закручиваясь по кругу. Причем действительно часами. И опять-таки их не надо трогать. Сколько в них влезет, это они развивают свой собственный фестибулярный аппарат. Затем детям, это называется манежный бег, окружение, они могут просто бегать по кругу. Родители это может раздражать, зачем ты это делаешь, что. Но вот борьба с ребенком на уровне травового смысла, объяснение ему, что все это неправильно и так делать не надо, это напрасный труд. Затем они могут подносить к глазам и трясти перед глазами предметное. Опять-таки, поскольку у них нарушены все органы чувств, вся сенсорика, то вот это трясение перед глазами для них является тоже просто необходимым. Или листание книг, чтобы страницы шуршали, и они получали какие-то акустические сигналы. Ребенок может подносить к глазу пальцы, на них смотреть, крутить бесконечно долго, сгибать, разгибать, потряхивать. Или может радоваться вот так, как бы маша при плечами, как крылышками, бегает на сыпочках и вот махать крылышками. Сначала это очень, ну, как бы трогательно и забавно, но потом, как взрослый лоб делает движение на публике, иногда родители начинают как-то комплексовать, стесняться, пытаться остановить. Тоже это совершенно бессмысленная затея. Вот, можно порчить рожи, ну, и достаточно часто зажимать уши. Ну, собственно, зажимают уши обычные дети, которые хотят сказать родителю, уйди отсюда, не хочу слышать то, что ты мне говоришь. Но здесь это не каприз какой-то, а они действительно не могут выносить громкие звуки. Вот, кстати, даже обычных детей родители тащат на всякие праздники, на Новый год, или в детском саду, там, праздник осени, праздник масленицы, чего угодно. Они хотят, чтобы дети стояли все дружно в кружочек, рассказывали стихи, отвечали на вопросы, там, Деда Мороза или его ведущих. Вот, в то время, как для ребенка это дикий стресс, потому что и яркое освещение, и громкие звуки, и какие-то хлопки, и подчинение чужой воле, когда ребенок должен идти туда, куда его куда-то влекут. Для него это дикая нагрузка. То есть, по большому счету, я бы вообще не заставляла таких детей принимать участие в праздниках, если только они не переросли частично вот этой проблемы. Но для них это дикая нагрузка, и кончается это все тоже валянием по земле и истерикой. Кстати, у таких детей, поскольку часто очень эпилептические припадки, то они тоже могут начаться вот под действием стресса. Значит, что еще? Тут вот у меня нарисовано девочкам и мальчикам. Это не значит, что вот это свойственно девочкам, и это свойственно мальчикам. Просто, чтобы вы понимали, что этот диагноз касается обоих полов. Ну вот отсутствие воображения, образного мышления и чувства юмора, это действительно бросается в глаза. Человек понимает все абсолютно буквально. Я была на нескольких конференциях, ну в том числе на одной женщина из Израиля рассказывала, что ребенок подвергался в школе буллингу, преследованию. И вот он как-то не так выглядел, не так себя вел. И дети, которые бывают, пустыли и плевали ему в лицо. А он никак не реагировал, потому что он не понимает, что такое плевок, что это какая-то унизительная вещь. И также они не понимают никакого юмора. И они могут совершенно спокойно, очень неуместно заявить кому-то, что он там жирный, или у него какая-то там родливая, некрасивая, или что там во время помолвки, что вы знаете, какой процент разводится людей, которые вступают в брак. То есть они достаточно бесцеремонно говорят то, о чем думают. Затем неспособность к имитации. То есть они не могут там прыгать, как зайчики, или вообще пытаться влечь в чужую голову и догадаться о том, что думает человек, и как-то изобразить. То есть никакие вот шарады, не шарады. Ну, конечно, речь идет о тяжелых случаях аутизма. Это не синдром Аспергера, о котором мы будем потом говорить. Вот. Игры довольно примитивные. Переливание, пересыпание, шуршание предметами, а не развернута какая-то сюжетная игра. Затем сам изоляция. Ну, не обязательно у человека есть своя комната, он может уйти и закрыть дверь, но он будет стремиться, причем достаточно часто даже стремиться к какому-то полумраку, темноте, может залезть под кровать, что, кстати, иногда сводится и нормотипичным. Вот если выращивали детей, пригласили в гости гостей, и ищите, где же ваши дети. Вот идите, смотри, получай подарки, познакомься с Ваней. А ребенок, оказывается, залез под кровать, или на второй этаж кровати, и не хочет никуда идти. Вот у таких детей это гораздо чаще происходит. Вот. Ну, про стереотипию я говорила, когда речь была о двигательной стереотипии, но стереотипия, она касается много чего. Ну, например, рисунки, просто как клоны штампованные, или вот эта расстановка поездов, динозавров, кукол в линейку. Причем считается, что линейка именно потому, что для ребенка важны вот эти вертикальные и горизонтальные линии для того, чтобы его зрительный анализатор работал. Вот. И самое ужасное, это вот этот самый консерватизм. В распорядке дня выборе какой-то еды. Некоторые дети едят только белую, жидкую еду, другие вот только там красную. И маршрут прогулок. Ну, например, может быть, строгий очень ритуал. Кто первый одевает обувь, кто первый выходит на улицу, куда нужно там повернуться в первую очередь, во вторую. Пойти в школу или в детский сад другим маршрутом – это, ну, почти наверняка опоздать и испортить себе весь день. Вот. Ну, и речь. Значит, не все, но, по крайней мере, в сумме там около половины детей страдают в той или иной форме задержки речевого развития. Речь может полностью отсутствовать или утратиться в результате, ну, там в определенном возрасте. Речь может быть понятна с трудом, только родителям и непонятно окружающим. Ребенок не понимает чужую речь обращенную. Он не просит родителей ни о чем, он просто подходит, берет его руку и тащит к тому месту, где родитель должен что-то взять и ему дать. И потом иногда они в состоянии запоминать огромные, чуть не энциклопедические какие-то выступления, и их радиокогнитофон воспроизводить. Или ты обращаешься к ребенку и говоришь, ты будешь кушать? Он говорит, ты будешь кушать. Он просто в точности воспроизводит тот текст, который он услышал. А иногда такие тексты, это смыслы, которых он вообще не понимает. Ну и очень обедненная жестикуляция и мимик. Про пищевые нарушения я поговорю отдельно, но вот самые такие очевидные, это вот очень большая избирательность в еде, и, соответственно, поэтому обеднение ее состава, отказ от еды и анорексия, но это больше свойственным девочкам. Вот, жевание несъедобных предметов, даже проглатывание иногда несъедобных предметов и сосание предметов одежды. Ну, и не только предметов одежды, но хотя, кстати, опять-таки вернусь к тому, что вот мои младшие сыновья очень часто сосали воротники, то есть они были тоже мокрые, там дырявые. Почти ни одного признака нельзя найти, который ни разу бы не встречалось у нормантипичных детей. Но вот такой большой спектр разного рода отклонений, он, конечно, свойственен именно аутистам. Ну вот, и это не для того, чтобы вы это все забивали, то есть запоминали или искали бы у своих детей эти признаки, ставили галочки и убеждали себя, да, это то или да, это не то. Просто, чтобы вы понимали, что очень-очень много мелких деталей и может быть то, может быть это, и нет ни одного ребенка, который похож на другого в этом отношении. Вот в 2007-м, значит, была объявлена днем информация, 2 апреля днем информация об аутизме, а вот в 2008-м году было проведено такое статистическое исследование и сравнили с сравненностью подростков разного рода неврологических отклонений. Разница вот примерно за 10 лет, с 97-го года по 2008-й. И выяснилось, что большая часть диагнозов, они немножко подросли. Ну вот первое, это любые нарушения, то есть это все нарушения в сумме, да, вот они подросли там на 17%. Затем СДВГ, вот этот синдром действует, внимание, и гиперактивности, ну вот достаточно много, на 33%. Там слепота на 18% чаще тоже встречалась, вот а глухота почему-то на 30% меньше. Неспособность к обучению, 5% умственно отсталось, почти не изменилось, судорожные припадки подросли, заикание как бы осталось примерно таким же, ну и были еще разного рода прочие отставания в развитии. И вот единственное, кто вырос на почти 300%, это означает 4 раза за 10 лет, это был именно аутизм. И это никак непонятно, потому что если объяснять это недостаточной обследованностью, что раньше, например, этих детей просто держали в заперти, никому не показывали, а сейчас вот понастроили везде пандусов, их везде вводят, везде приглашают, и вот мы теперь о них узнали. Но тогда бы все прочие дефекты точно так же в несколько раз бы увеличились. А на самом деле вырос именно аутизм. И вот с некоторых пор, первый раз это было в 1966 году, проводятся обсчеты в Америке. У нас такой статистики нет, а вот в Америке там очень часто это было изучать. Естественно, это не поголовно. Всю Америку, всего там несколько штатов, которые меняются там раз от раза. И, соответственно, тоже не все возрастные категории, а детей старше 8 лет. И вот мы видим, что если там в каком-то 95-м году один ребенок с аутизмом приходился на 1000 человек, то в 2008 году, например, уже один на 88. А данный 21-го года, ну, который прошлый год, это один ребенок на 44. И видно, что это просто в разы на порядке растет распространенность аутизма. Надо сказать, что у этого графика есть один недостаток. То есть понятно, что если в 2021 году ребенок родился, то ему к 22-му даже еще не поставили диагноз. То есть на самом деле график должен выглядеть вот так. Сейчас я покажу. Вот. То есть на самом деле они идут с запозданием на 4 года. То есть обследуются дети, к которым на момент то есть собирается информация по детям, которым на момент обследования было 8 лет. И вот еще должно пройти 4 года для того, чтобы вся эта статистика была там поднята, проверена и там какие-то артефакты, ошибки были убраны. То есть на самом деле вот это число 41 на 44 ребенка, это обследование было сделано в 2018 году. Было обследовано 220 тысяч детей. И из них у пяти был обнаружен вот этот диагноз, ну имеется в виду расстройство статистического спектра, то есть от самых тяжелых до самых легких форм. И если им в 2018 году было 8 лет, это означает, что это дети родились в 2010. Если помните, в 2010 году у нас в стране был очень сильный пожар, когда родилась моя первая внучка. То есть вот сейчас вот эту страшную цифру 1 на 44 или 2,3 процента от общего количества детей этой возрастной когорты, это касается детей, родившихся в 2010 году. А те дети, которые родились вот в 2021-2022 году, мы сможем с такой же статистикой ознакомиться только через 8 лет. И может быть тогда результаты нас будут ужасать еще больше. Надо сказать, что это именно американские данные по нескольким штатам. И даже в Штатах все достаточно отличается. Вот, например, именно в этом обследовании максимальный процент показал штат Калифорния. Там почти 4% таких детей. А меньше всего было в штате Миссури. А если сравнивать с другими странами мира, то почему-то с очень большим отрывом, там, десятикратным, идет Франция, где либо таких обследований нет, либо другая методика. Потому что, возможно, там считают только детей с тяжелым аутизмом. Или же аспергеры туда не попадают. То есть надо, конечно, сравнивать равное с равным. Но так или иначе понятно, что это явление становится массовым. Я разговаривала, например, с преподавателем школы в Израиле. Я говорю, ну сколько у вас детей находится в коррекционных, не в коррекционных классах, а с фьюторами, которые обучаются по программе инклюзии. Ну, он говорит, ну да, действительно, 3%. Если вы сами вспомните ваших детей, которые ходили в детский сад, в ясли, в школу, то сейчас практически один ребенок на группу в детском саду, один ребенок в яслях, это учитывая, что некоторые дети не попадают ни в детский сад, ни в ясли, ни на школу, сидят дома, их никуда не выпускают. Но все-таки столкнуться с таким ребенком, скорее всего, вы все сталкивались. Вот это очень грустно. Вот это исследование австралийское. Там, правда, у них не 2%, а 0,64%, но опять-таки все упирается в то, что считать аутизмом, что не считать. Но все равно даже там 2,3% это достаточно много. При этом вот мы переходим сейчас к такому пункту, как то, что аутизм в 4 раза чаще описывается у мальчиков, у мужчин. И это считается именно болезнью ну как бы новой, свежей, молодежной. Потому что если брать вот всех там австралийцев, то трое из 4 аутистов, они будут вот юного возраста. Вот 5 лет, когда этот диагноз ставится уже точно, да, до 24. А более старых аутистов там вот они почти не наблюдают. насчет вот этой гендерных различий. На самом деле довольно мало неврологических заболеваний имеют какую-то половую, ну больше распространенность. Ну вот известно, что у мальчиков это аутизм, а также дислексия, этот самый синдром дефицита внимания и гиперактивности, апроксия, ну и такие всякие редкие вещи, как синдром Туретта. Ну и, кстати, заикаются гораздо чаще именно дети, мальчики. Вот, у юношей чаще встречается шизофрения. То есть, начиная с 18-23 лет появляется то, что раньше называлось, вот откуда собственно аутизм считается вырос, это детская шизофрения. Этот термин был, от него отказались, но шизофрению часто ставят выросшим аутистам в 18 лет у нас в стране. То есть, с них снимают диагноз аутизм, ставят шизофрению и уже, поскольку это неизлечимое заболевание, лечить их больше никто не собирается. Вот, а зато у девушек чаще встречаются депрессии, тревоги, паники, а также расстройство пищевого поведения по типу анорексии. И вот уже во взрослом возрасте такое страшное опасное заболевание, как болезнь Альцгеймера, тоже там в трех случаях с четырех оно будет соседан женщинам. Вот, но аутизм это вещь такая довольно необъяснимая, потому что первая реакция естественно связана с хромосомами. Вот, женская половая хромосома Х, мужская Х, Х, и хромосомы Х, рождаются девочки, а когда от отца достается хромосома Х, и от матери Х, то появляются мальчики. Ну и стали думать, что, наверное, это выиграл к хромосоме или как-то там еще. Вот, и поэтому это характерно только для мальчиков. эта гипотеза не выдержала никакой критики. И сейчас уйма всяких теорий, но они не могут объяснить именно такой разрыв. То есть там есть гормональные всякие причины. вот, но как выяснилось, эта статистика ложная. Когда взяли и пересмотрели огромные массивы данных, и не просто из каких-то записей о состоянии здоровья, а просто лично интервьюировали этих самых родителей, то выяснилось все-таки, во-первых, не 4 к 1, а 3 к 1, что немножко сдвигает вот в пользу девушек. Но, что удивительно, вот если брать девочек-аутистов, во-первых, у них более тяжелая форма аутизма. И выяснилось, что если мы берем аспергеров, вот этих высокоинтеллектуальных детей, говорящих, то там уже отношение женщин и мужчин составляет 7 к 1, то есть 7 раз больше мужчин, чем женщин. А если наоборот, вот классический аутизм-камера, тяжелый, да, то там будет 2 к 1. И проводятся сейчас очень мощные исследования, куда же пропали эти девочки и почему вот мы их не видим. И выяснилось, что существует просто женский аутизм, что у них совсем не так все устроено, что они могут очень хорошо имитировать и взгляд глаза в глаза, и там улыбки, и интерес. И, собственно говоря, у них вообще считается, что женщины, они люди более такой, ну, не тонкой душевной организацией, но они внимательно с другими людьми. Если мы говорим, например, о бизнесе, вот встречаются, ну, вот в нашем сетевом ракетинге, встречаются женщины, проболтав там полчаса или там час на кухне, они выходят оттуда, зная абсолютно все. Сколько у этой женщины детей, как чувствует себя ее мама, когда они последний раз были на даче, ну, в общем, абсолютно все, куда поступает ребенок, забирают ли в армию сына, вот, а если встретились два мужчины, то в основном они обменялись своим впечатлением о последнем футбольном матче. Мужчина считает, ну, как-то неловким расспрашивать о чем-то личном, и более того, они не считывают информации такой косвенной, то есть женщине даже достаточно услышать тембр голоса или увидеть там направление взгляда, чтобы догадаться о чем-то. У мужчин это способность меньше развита, и, собственно говоря, у девочек гораздо меньше ограниченных интересов и менее повторяющих сопроведельных. То есть если мальчики изучают расписание там железнодорожное или столица государств или там все знают про динозавров, то девочки интересуются принцессами, они интересуются плюшевыми мишками, то есть у них такие вполне социально приемлемые интересы, но потом вдруг вы обнаруживаете, что девочка знает, например, про плюшевых мишек, все, включая там из каких тканей сшит тот или иной медвежонок, сколько там, ну, как их всех зовут, соответственно, и какой артикул в магазинах, и на самом деле тоже не совсем по возрасту, там, 4-5 лет есть осведомленность о каких-то деталях. вот, и женщины даже ведут какие-то девочки, записочки, они присматриваются к своим одноклассницам, стараются им подражать, и правильно отвечать на заданные вопросы, то есть они чуть ли не сами могут изучать вот эти все симптомы аутизма, и стараться мимикрировать, но поскольку жизнь непредсказуемая, и ситуаций очень много, их, в общем, достаточно легко подловить, и она все равно эту самую ошибку совершит, и сейчас начинаются вот такие более тщательные исследования, потому что эти девочки, тем не менее, довольно сильно несчастны, то есть если девочка нормотипичная постигает социальное взаимоотношение на уровне интуиции, действительно подражая членам семьи, одноклассникам, садовцам, еще чего-то, то здесь это абсолютно рациональная когнитивная работа, то есть они составляют себе в голове или там письменно списки, как, что должно быть, что нужно отвечать на такие-то вопросы, и это очень большая нагрузка, и у них бывают срывы, потому что они не всегда хотят быть удобными для всех, и кроме того, для них все равно чудовищно тяжело любые изменения в привычных порядках, когда кто-то сел на их стул, когда там куда-то пропали туфли, или они вышли на 10 минут позже там на какие-то заняхся, и девочки вот эти мимикрирующие, камуфлирующие, они очень сильно подвержены депрессии и тревожным расстройствам, и даже диагнозом ставят не в полтора года, в два или три, а в четыре или в пять позже, чем мальчики, потому что они все это время скрываются от статистики, и кстати, именно у девочек, поскольку они перфекционисты, и все должно быть идеально, например, часто встречается анорексия, потому что они хотят выглядеть абсолютно идеально, ну вот как кукла Варби, а кукла Варби, как вы знаете, это типичный образ девушки анорексика. Вот, потом в обществе совершенно по-разному относятся к мальчикам аутистам и девочкам аутистам, и девочка гораздо чаще сталкивается с проблемами во время полового созревания, но даже если ее научат пользоваться там, например, прокладками, то нужно ее отдельно лечить, учить, что она должна с этими прокладками делать, куда она их должна выбросить, или если у нее какой-то самоагрессия, она может их просто рвать, разбрасывать посреди и создавать соответственно для учителей, воспитателей, родителей всякие неудобные моменты. Вот, эти девочки совершенно не стесняясь сообщают о своих каких-то сексуальных интересах, что им там хочется потрогать, посмотреть, и они часто становятся жертвами сексуального насилия. Вот, высокоинтеллектуальные, высокофункциональные аутисты могут даже стать матерями, у них родятся дети, но ребенок, который жует грудь или вообще телом по телу обнимается с матерью или вопит круглыми сутками, потому что у него болит живот, это очень большая нагрузка на сенсорную систему матери, которая не выносит прикосновений или громких звуков. Опять-таки эта самая молодая мать может захотеть навести порядок вместо того, чтобы угладывать ребенка спать. То есть у нее не сформированы стереотипы, то есть не сформированный порядок, не расставлены приоритеты. По этому поводу сейчас пересматривают ситуацию с женским аутизмом. Может оказаться, что он вполне также часто распространен, но чаще более более высокой интеллектуальной сохранностью детей. Вот. Ну и в 2013 году в Америке было пятое издание диагностического и статистического руководства психическим заболеваниям, и там очередной раз все пересмотрели, упростили, и теперь вот этой триады аутизма не делают, там объединили собственно и нарушения социальной коммуникации и вот это взаимодействие, то есть и неспособность там, ну то есть речевые нарушения и нежелание контактировать объединили в один признак и в качестве второго это вот эти самые стереотипные действия и ограниченные интересы. Самих расстройств вместо множества оставили там четыре, вот первое это аутизм, синдром Каннера, это такой классический низкофункциональный аутизм, синдром Аспергера, это вот откуда выходят все эти самые гении, детское дезинтегративное расстройство, это то, откуда пошла история например про прививки, когда ребенок до полутора двух лет развивался нормально, начал говорить, начал там ходить, там сам себя обслуживать, ну в смысле есть, садиться на горшок и вдруг происходит какое-то событие, часто этим событием является прививка и идет сползание на несколько уровней, то есть ребенок начинает ползать вместо того, чтобы ходить, перестает сам есть, говорить, он мычит, не может контролировать дефекацию, ну и последнее, это неспецифическое первозивное нарушение развития, это когда только какой-нибудь один признак есть и отмечают это в гораздо более позднем возрасте, там после шести лет и так далее. Собственно, нам не так важно, как это все назвать, тем более, что в нашей стране, к сожалению, аутистами занимаются очень немного и государство очень плохо их поддерживает, зато на Западе, если ребенку поставили по вот этому руководству какой-то диагноз, он имеет право на страховую медицину. Кстати, я читала недавно, во сколько примерно обходится коррекция, не могу сказать лечения, но коррекция поведения ребенка с расстройством аутистического спектра, это примерно зарплата хорошего аэтишника, там 80 тысяч долларов в год, или, например, там есть какие-то дома для совместного проживания сопровождаемого тоже, это стоит примерно 80 тысяч долларов в год, и там дети, ну не дети, уже взрослые, подростки могут работать, зарабатывать себе на жизнь, переносить какую-то пользу обществу, общаться друг с другом, но под присмотром каких-то там тьютеров, это тоже примерно такие же деньги. У нас, к сожалению, такой роскоши мало, кто может себе позволить. Вот, и вот насчет интеллекта, насчет того, что они все гении или все тупые, вот, на самом деле не так. Вот, есть спектр, и вот в том же самом исследовании 21-го года, опубликованном там, получилось, что у 35-ти процентов детей IQ было меньше 70-ти, но это, то есть, некая умственная, форма умственной отсталости, пограничный диапазон немало, немного, 23% с IQ 71-85 и почти 42% детей, у них нормальный интеллект или даже высокий, высокий, это может быть там 100-120-160 и вот про таких гениальных людей я немножко поговорю, другое дело, что это все наши домыслы, это вот психологи по каким-то косвенным данным предполагают, что вот гении всех времен и народов, вот они все были аспергерами или савантами, ну или относились к группе высокофункциональных аутистов, но так оно или нет, это некий вопрос, то есть большинство из них уже нету живых, это трудно проверить, и например, вот мне кажется, косвенным признаком было бы то, если бы эти люди не смогли создать семьи, потому что ну вот вступить в нормальные отношения, создать семью и выращивать детей для аутистов в общем очень тяжело, им бы о себе позаботиться, а на самом деле выясняется, что у Чарльза Дарвана там было десять детей и собственно говоря почти все эти гении в общем имели какое-то потомство вполне успешное, но действительно какие-то странности, но никто из них не относился к низкофункциональным аутистам, у них у всех была развитая речь и разного рода дарования, вот и это не должно вас как-то успокаивать, что да, мы вот посланы в этот мир, чтобы привезти сюда вот нашего гениального мальчика или девочку, который потом станет гордостью мировой цивилизации, может быть станет, а может быть и нет, я думаю ему самому важнее быть не гордостью мировой цивилизации, а прожить жизнь долго и счастливо, вот, что должно считаться, что чем раньше мы заметим, диагностируем и раньше начнем корректировать как-то поведение детей, тем больше шансов, что они смогут там к 7 годам пойти в школу не в коррекционный класс, а в обычный. И вот самые такие признаки собрал Максим Пескнов, тоже вот известный психолог, и первая из них это вот отсутствие ответной улыбки в 2-3 месяца. Вот у меня сейчас последнему внуку 9 месяцев и конечно чуть ли вообще не из первых дней ты эту ответную улыбку ждешь и довольно быстро получаешь. Иногда даже в месяц кажется, что вот он улыбается. Вот, в 4-5 месяцев должен быть комплекс оживления. Он должен реагировать на то имя, которое вы ему присвоили и поворачиваться в сторону источника звука, причем именно человека говорящего с ним. Вот, если ребенок значит, смотрит никуда, сгибает, крайне подворачивает пальцы, рук и стоп, и тоже опять-таки перед глазами двигает пальцами и больше ничего его не интересует, это повод для того, чтобы насторожиться. Вот, 8-9 месяцев это отсутствие зрительного контакта, то есть ребенок должен уже ловить взгляд, вот, и движения его должны быть такие менее стереотипные. Значит, 9-10 месяцев это вот как раз как сейчас моему внуку он уже может там играть в ладошки, показывать пальцем, махать на прощание, привлекать как-то внимание взрослых, которые с ним имеют дело. Если в год нету лепета, то есть он начинается, конечно, гораздо раньше, но если в год и все еще лепета нет, и нет каких-то жестов общения, вот, если ребенок пошел, но опять-таки ходит на цепочках, это какой-то подозрительный признак. Хотя на самом деле многие дети ходят на цепочках, но вот когда все это идет в куче, все-таки стоит забеспокоиться. Вот, и вот этот самый регресс полутора лет. Хотя проведено уже куча исследований, доказано, что никакие прививки не являются причиной аутизма, но прививки могут являться триггерами, то есть если ребенок в принципе к этому аутизму уже готов, то есть если у него есть исходные данные. Это триггер, триггер может быть и прививка, триггер может быть пожар, триггер может быть отъезд матери, много самых разных печальных событий, которые вдруг буквально в одночасье, в один-два дня возвращают ребенка на предыдущий там уровень развития. Ну и отсутствие обращенной речи и хололия рассказывает себе в третьем лице в два года. То есть ребенок не обращается к родителям, повторяет как магнитофон то, что слышит в транспорте или по телевизору или у соседей и не использует первого лица. Но, кстати, тоже это не стопроцентная гарантия. Я знаю одного, к сожалению, тоже покойный человек, очень крупного ученого, высокого интеллектуала, который в три года не использовал первого лица. И родители обеспокоены, вызвали к нему какого-то эксперта, который сказал, что он просто гениальный ребенок, что за три часа он ухитрился абсолютно правильно используя все грамматические конструкции ни разу не сказать о себе в первом лице. То есть это еще ни о чем не говорит, но все-таки я хочу, я пошел, это нормально в два года, чтобы ребенок не говорил о себе. И вот появление тех самых стереотипов. Затем беда не приходит одна, многие считают, что аутизм это не болезнь, а вот некий синдром, и что это просто общие системные нарушения, причем системные нарушения в основном иммунного статуса. И словно рядом, у таких детей, помимо основного диагноза, есть СДВГ, синдром дефицитного понимания и гиперактивности. Затем та или иная степень умственной отсталости. Очень у многих судороги и эпилепсия, тревожность, депрессия, я уже говорила, что депрессия чаще у девочек, агрессия в адрес детей или взрослых или агрессия направленная на самого себя, биполярное расстройство, шизофрения, разного рода мания и обсессивно-компульсивное расстройство, просто целый букет такой невропатологии, синдром Тауретта. Почти у большинства, очень у многих плохой сон, нарушение суточных ритмов. Гиперчувствительность это означает чувствительность всем сенсорным сигналам. Это может быть и звук, и вкус, и цвет, и запах. Многие неуклюжие, особенно, кстати, это касается аспергеров. Они вроде гений-гений, а не могут спуститься по лестнице, едет на велосипеде или как-то сами себя одевать, застегивать штаны, завязывать шнурки. У огромного количества детей нарушение пищеварения. И запоры, и поносы, и колики, и недержание. И им очень трудно употреблять таблетки. Их просто тошнит. это. Значит, в 10% случаев действительно что-то такое ищут и находят какие-то генетические корни. Хотя, как мы будем говорить в следующий раз, там речь идет не о хромосомной наследственности, а скорее внеядерной наследственности. То есть большинство мутаций происходит не в ядре, а в митохондриях. Но об этом мы поговорим поподробнее в следующий раз. Вот 40% умственная отсталость, 40% не говорит вообще, то есть не речевые дети. 70% начинаем говорить, 70% позже. Вот у 30% идет эта самая регрессия к году полутора. 40% 60% страдает тревожностью, 50% плохим сном, 30% эпилепсия, 2-3 сильно гневливая и по 30% агрессия, самоагрессия. и почти все относятся к категории ЧВД. То есть подцепить тот же самый ковид или грипп, или какую-нибудь инфекционную кожаную болезнь, еще чего-то для них очень легко. И они не вылезают из одной болезни в другую, и иногда их симптомы поэтому ухудшаются. вот и несколько слов по поводу избирательности в питании. Это огромная нагрузка на родителей кормить такого ребенка, когда у них уже выстроена какая-то система коммуникации и ребенок выражает все-таки свои желания. Очень часто вот все меню сводится не больше чем к пяти продуктам, которые ребенок готов есть. И уговорить его есть что-то новое невероятно сложно. Хотя справедливости ради стоит заметить, что очень многие маленькие дети тоже приходят в гости и отказываются есть хоть что-нибудь, потому что это новое, это не то, к чему они привыкли. Потом они перерастают обычно и уже в старшем возрасте идет все, что не приколочено. То есть если ваш ребенок не хочет кушать, это еще конечно не основание полагать, что у него есть аутизм. Затем многие едят что-то конкретного цвета, температура, а только жидкая или только пережеванная, перемолотая, холодная или горячая и ни за что другое. Потом, конечно, поскольку родители вообще не знают, что делать, они такими детьми управлять не могут, они их сильно балуют. И для того, чтобы прекратилась истерика, для того, чтобы какая-то передышка, они их соглашаются давать им то, что те требуют. Жирная, сладкая, соленая и самая любимая пища для таких детей это макароны. Ну, иногда там картофельное пюре. Ну, и потом многие увлекаются, мы об этом тоже поговорим, разного рода диетами, и эти диеты дают много-много-много ограничений. И поэтому в целом рацион детей-аутистов очень сильно обеднен витаминами и минералами. кстати, сказать, это не просто избалованные дети, а это действительно один из первых симптомов расстройства аутистического спектра, по которому иногда только и приходит в голову ставить такую диагноз. Значит, помимо избирательности в пище, у них плохо с самим пищеварением. Часто это дети кисарята, которые не прошли через родовые пути, не заселились правильно микрофлорой, заселились какой-то дисбалансированный или опять-таки эти дети с низким иммунитетом, подверженные разного рода заболеваниям, их часто начинают пичкать антибиотики. И это тоже дестабилизирует микрофлору кишечника. И очень многих за опоры они по несколько дней не могут сходить. А что это означает? Это означает токсипоз сильнейший или наоборот у них ничего не держится и поносы и все время надо ходить с несколькими парами запасной одежды. Их могут мучить колики и так же как маленький ребенок грудной который вопит и вы не знаете почему он вопит потому что ему хочется спать потому что у него болит живот потому что ему пора спать то есть нет ему там пора есть или ну вот они так же не могут ничего про себя сказать а очень часто это просто дикие боли вот у них может быть вот это изжога отрыжка пищевая аллергия разного рода и вот это самое недержание кала и мочи умный такой развитый ребенок идет с мамой на какие-нибудь занятия он просто не может дойти до следующего квартала не зайдя по дороге в туалет потому что у него он плохо ощущает собственное тело и он плохо считывает сигналы когда ему нужно в это порожнице и это все очень сильно отражается то есть это все вещи взаимосвязанные потому что если ребенка ограниченный рацион там недостаток витаминов и минералов обмена сейчас меняется очень часто это на физическом на умственном развитии и ребенок быстро устает он невнимательный если у него болеет живот ему не до решения задач вот он может истерить там накидываться на кого-то и у него вообще в целом летит в значительной степени вся эндокринная система и ухудшается психонерологическая симптоматика и никто конечно не говорит что если будет нормальное пищеварение аутизм мы вылечим но просто само по себе обучение и обучение социальным навыкам может идти гораздо успешнее ну и вот больше половины детей имеют проблемы со сном и это конечно катастрофа для семьи то есть семьи в которых родители спят по очереди чтобы не оставлять ребенка одного потому что у них например бывает инверсирован день и ночь то есть вот кто-то из родителей допустим идет на работу он должен ночью выспаться днем пойти на работу а ребенок не спит всю ночь и вот этот бессонный папа или наоборот мама оставив на бабушку или на няню должна идти на работу она сама не восстановилась не отдохнула вот некоторым таким детям просто трудно заснуть или наоборот потом трудно проснуться вовремя а у вас допустим какое-то целое расписание занятий корректирующих и вот ребенок только-только заснул успокоился а вам нужно его уже собирать в кучку одевать запихивать в такси и везти на какие-то занятия и он сопротивляется выгибается вот затем собственно то что мы говорили на прошлом слайде насчет колик колики а также головная воля а также вот этот синдром дефицит внимания тоже может попадать к бессоннице если ребенок не досыпает ну представьте себя на его месте если вы не досыпаете вам уже не до грибов то есть не до учебы не до романов не до чего и у этих детей тоже вместо какого-то конструктивного поведения развиваются агрессивные повторяющиеся формы они не идут на контакт есть потом такая штука внезапная смерть новорожден обычно это все происходит если у ребенка опно и сна то есть внезапно идет остановка дыхания это означает что в этот момент мозг испытывает кислородное голодание я не буду утверждать что все дети которые погибают до 8 месяцев от внезапной внезапной детской смерти новорожденных во сне что вот они аутисты но у аутистов склонность к опно достаточно высокая и опять-таки если мы наладим сон а его наладить можно это не означает что мы ребенка вылечим но мы на порядок улучшим качество жизни как ребенка так и членов его семьи потому что аутизмом не болеет кто-то по одиночке аутизмом болеют братья то есть вот ребенок и в это же вовлечены и братья и сестры и мамы и папы и бабушки и дедушки и даже соседи и даже друзья потому что вот они все должны принимать в этом участие они должны быть на подхвате они должны помогать или они должны быть терпеливыми внимательными и не обращать внимания на всякие асоциальные формы поведения ну и наконец про взрослых как я уже говорила вот взрослым аутистам сейчас уже становится 40-50 лет и было произведено достаточно много исследований для аутистков подростков некоторых их успели там как-то научить половину например самостоятельно умываться чистить зубы ну в общем всю эту личную гигиену душ стирать свою одежду заправлять кровать но если за ними перестают следить и они предоставлены сами себе они этого делать не будут ходить в магазин делать покупки платить за кварплату и самостоятельно отдыхать тоже мало кому дано и только одна треть аутистов взрослых и в основном это конечно аутисты синдрома Аспергера они способны вести полноценную взрослую жизнь и жить без всякого там сопровождения сами у них будут какие-то проблемы проблемы со служивцами там со своими там сексуальными партнерами семьей но они способны себя обеспечивать вот и к сожалению только меньше двух третей взрослых аутистов могут найти хоть какую-то работу за день и могут себя содержать хотя сейчас это становится все более и более популярно и может быть вы слышали что в Израиле аутисты служат в армии и например просматривают километры каких-то записей чтобы там распознать вражеские диверсии или они работают в медицинских учреждениях и занимаются там инвентаризацией по артикулам разного лекарств или бухгалтерии выискивают ошибки то есть это то что они могут делать лучше всех то что норматипичных людей раздражает у них не получается и обычно на таких местах работа большая текучка аутист с радостью и удовольствием будет делать изо дня в день одно и то же вот взрослые аутисты в целом я не говорю что все но все-таки у них объединенный словарный запас мимика жестикуляция интонация как бы их там не на эту тему не готовили вот для них действительно очень большая нагрузка смотреть в глаза или они делают это потому что так положено но очень нарочито я вот как бы в шайтолах могу вам сказать что прямой взгляд в глаза является признаком угрозы у животных и мы тоже как животные воспринимаем вот такой слишком пристальный взгляд в глаза как угрозу и это считывается вот нами как социальными животными и нам неприятно когда кто-то смотрит не так как положено или там эти люди не понимают индивидуальную дистанцию вот есть например американцы или там мексиканцы мексиканцы могут стоять чуть ли не в метре друг от друга жестикулировать а какие-нибудь скандинавы им комфортно будет ну там в 3-4 метра друг от друга находиться вот опять-таки аутисты не считывают вот этих культурных традиций и многие говорят слишком громко и все должны их слушать даже если там какие-то дети спят рядом или так тихо что нужно наклоняться и прислушиваться и они совершенно не догадываются когда они делают какую-то бестактность и могут кого-то обидеть потому что они очень прямолинейные они говорят именно то что думают они пытаются как-то это там замазать и маскировать вот они могут на несколько недель выпасть из нормального состояния если произошла привычная смена привычной обстановки если они переехали куда-то отдыхать вместе с родителями или человек пошел на новую работу или что-то еще ну и в целом поскольку они часто например работают с компьютерами не очень рвутся идти на улицу и их там собственно никто особенно не ждет вот то они вот такой сидячий малоподвижный замкнутый образ жизни ведет который ну не способствует например здоровью потому что у них маленькие физические нагрузки вот целая тема это тоже связано с сексом потому что конечно когда происходит плавое созревание у них проявляется определенное желание и мальчики могут сидеть мастурбировать в своей комнате или начинать это делать в каких-то ну неподходящих местах девочка может сообщить там кому-то что вот ее интересует там посмотреть потрогать там член этого мальчика или они чего-то начитались насмотрелись как романтические отношения происходят в книгах в кино но все равно воспринимают все буквально и мальчики начинают строить из себя мачо девочки принцесс и надо сказать кстати что большинство аутистов они обладают ангельской внешностью очень привлекательной и поэтому вот нередко девушки становятся жертвами всяких проходимцев вот ну и вот эти все как бы неудачи и то что сложно отыскать спутника жизни сложно найти эту самую сейчас секунду приемлемую работу тем более семью кстати отсутствие семьи на мой взгляд это довольно хороший признак того что все-таки это не генетика если бы учитывая что очень мало кто из аутистов создает семью то эти признаки не передаются по наследству и поэтому искать надо причины аутизма в чем-то совершенно другом хотя это не значит что у них не может быть детей но как правило это высокофункциональная участие значит следует сказать что ситуация достаточно грустная люди с расстройством аутистического спектра живут на 30 лет меньше здоровых ну как проверить эти данные я не знаю может быть не на 30 но на 20 но все равно жизнь их укорочена почему потому что у них очень много дополнительных диагнозов вот у них очень легко развивается депрессия очень много именно неврологических состояний и умирают они конечно не от аутизма а скорее от эпилептических приступов вот ну и поскольку вот у них нарушенная диета то это все как положительная обратная связь закручивает обмен веществ и они гораздо больше склонны к самоубийствам и в том числе вот эти самые недообследованные девочки Аспергера которые все свои проблемы держат в себе и за всех стараются сил не показать их окружающим вот ну я завершаю сегодняшнее выступление отдельная помощь членам семей потому что если ребенку вот огромное количество всяких там детей тренеров терапевтов предназначено то с родителями практически не работает никто и их не всегда могут вообще выпустить отдохнуть просто выспаться просто сходить куда-то там в гости или поехать в отпуск ну или даже просто сходить на работу и вот если вы помните после Вьетнама после Чечни появился такой диагноз посттравматическое стрессовое расстройство вот считается что каждый пятый родитель ребенка с аутизмом страдает именно этим самым расстройством тем более что сколько бы ни говорили что надо быть толерантными спокойными еще чего-то но вот если у ребенка в торговом центре произошел срыв и истерика всегда найдутся доброходы которые будут говорить что надо его отлупить и что мамаша не справляется и плохо воспитывает и в общем это невероятно сложно эти люди запираются в четырех стенах и стараются никуда не ходить и скоро перестают их навещать друзья ну или по крайней мере они это воспринимают как некую поверность очень трудно продолжать дружить продолжать по-прежнему ходить в походы вести какую-то ворную культурную жизнь и вот родители таких детей конечно нуждаются в очень сильной поддержке слава богу они объединяются большинство вообще прогресса в области коррекции детей с аутизмом происходит руками самих родителей родители осваивают новые статусы некоторые из них могут даже как-то монетизировать эти свои возможности но все равно когда моклов меч в нашей стране по крайней мере висит перспектива что по идее дети умирают позже родителей и если родители стареют а часто речь идет именно о том что родители там возрастны то есть это как раз поздние дети сейчас же знаете уже мало кто рожает детей там 20-24 года а сплошь и рядом 33-35 и поэтому как бы этому ребенку отведен родитель уже достаточно взрослый и вот если его не станет раньше чем как бы уйдет в мир иной сам ребенок в нашей стране его ждет очень безнадежное будущее потому что ничего кроме психоневрологических интернатов или действительно платные какие-то тоже ну как для домопрестарелых и вот так же за деньги но откуда взять деньги если родители вместо того чтобы работать должны с утра до вечера помогать своим детям хотя бы освоить самые обычные навыки и в принципе конечно есть куча специалистов но по большей части они все-таки это платные услуги то есть есть и врачи психиатры неврологи эпилептологи сомнологи сомнолог это тот кто занимается сном генетики берут анализы у таких детей пытаются разобраться что там какая у нас хромосома поломана и можно ли как-то это все исправить психологи педиатры логопеды учат этих детей говорить учат их обслуживать себя учат их учиться вот ну и соответственно лициологи гастроэнтерологи аллергологи понимаются вот тем что связано с пищеварением ну и если ребенок слава богу пошел в общую образовательную школу а сейчас это тренд инклюзия вот обучение вместе со здоровыми детьми вот то обычно на 2-3 человека в классе должен быть тьютер такой персональный ментор наставник который поможет ребенку дозировать нагрузки справляться с заданиями и оберегать его от неприятных ситуаций с одноклассниками вот если говорить не о нашей стране об Америке то еще 30 лет назад в школе три четверти детей аутистов неговорящих так и оставались невербальными сейчас ну таких только 25 процентов а остальные могут или в коррекционных классах коррекционных школах или вот по системе инклюзии все-таки получается образование вот и действительно кому-то помогают разного рода способы коррекции а некоторые даже и неожиданно почему-то перерастают болезнь и у 10-12 процентов диагноз официальный снимается значит но вот если сравнивать нашу страну с не нашей то есть с Америкой то вот у нас к сожалению к жизни социумы адаптирован только 10 процентов людей с такими диагнозами в то время как может быть с точностью донород и более того у нас считается что нету взрослых аутистов это все шизофреники нету женщин аутистов то есть очень много еще скрытого и на самом деле никто не поможет нужно обязательно брать все в свои руки и объединяться и делиться и вот хорошо что сейчас у нас есть вот наш общий чат в нем почти тысячи человек и я думаю что вот я должна прочесть еще пять лекций там они будут уже гораздо более конкретны что именно можно сделать чтобы улучшить качество жизни аутистов их родителей и ближайшего окружения вот но нужно делиться своими результатами и так смело экспериментировать и опять-таки рассказывать может это называется положительная обратная связь кто-то что-то изобрел кто-то что-то где-то услышал попробовал у него получилось получилось лучше чем даже было написано если человек делится этим результатом то следующие гораздо более отважно уже начинают этим пользоваться и конечно я являюсь апологетом разного рода ароматерапевтических методов я не говорю что мы можем вылечиться от аутизма и исправить там состояние мозга но по крайней мере то что можно снять приступы СДВГ там улучшить сон улучшить пищеварение улучшить там когнитивные какие-то навыки помочь ребенку заговорить это совершенно точно хотя есть некоторые наметки в более серьезно более высоких планках и целях вот поэтому собственно это все что я хотела вам рассказать я могу конечно быстренько проглядеть чат вот но лучше если бы в наш чат телеграммовский прислали мне или свои истории или свои вопросы чтобы я могла использовать их при подготовке к нашей следующей встрече которая произойдет в следующий вторник тоже в 12 часов если вам это было полезно или интересно ну поставьте какие-нибудь там смайлики вот запись обязательно будет и мы через несколько дней сообщим вам где это можно переслушать но пожалуйста не жадничайте если у вас есть хоть какой-то положительный результат обязательно напишите в наш чат или мне лично вот я собственно говоря вездесущий меня легко отыскать во всех соцсетях и я с удовольствием использую ваш вклад в нашу общую копилку ну тогда всего доброго пускай все ваши близкие будут здоровы и счастливы все наоборот так так пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...